Приветствую вас Ирина. Я думаю, что корнем проблемы вашей является то, что вы очень сильно хотите быть мужчиной, в отношениях. Вот это, мне кажется, очень, прям, вот, ваше такое сильное желание. То есть вот вы, по сути, в 19 лет, обращаетесь к гадалке, чтобы она вам, значит, погадала насчет мужчин, насчет того, ну, будут ли у вас мужчины. Вот. И честно говоря, я думаю, что вот это корень, корень проблем. Я думаю, что корень проблем в том, что вы хотите быть с мужчиной, вы страдаете от одиночества, вы, вероятно, не принимаете себя до конца такой вот, какая вы есть. Вот. Вот. Ну, не можете, не можете себя принять до конца такой, какая вы есть. И соответственно, из-за этого у вас имеет место быть проблемы. Вот. Поэтому первый вопрос, который я вам наверно задам, да, первый вопрос, который я вам задам, будет звучать так. Для чего? Вам быть мужчиной. Почему вы так вот сильно, да, ну, хотите быть, значит, эм, с мужчиной. Вот. Откуда у вас, эм, такое желание, с чем оно связано. Эм, вот. Это, наверно, наверное, первое, на что вам нужно обратить свое внимание. Эм, второе, второе, на что вам, эм, нужно обратить свое внимание, это, эм, что вы не принимаете в себе. То есть, почему в двадцать один год вы, условно говоря, тягоститесь, эм, тем, что, эм, у вас нет, эм, отношений. То есть, эм, почему вы, например, эм, не эм, занимаетесь, к примеру, эм, своей, допустим, эм, карьерой, да, почему вы не занимаетесь эм, своим личностным ростом, своим развитием, вот, эм, реализацией и прочим. Эм, означает ли это, что вам, ага, ну, мало что интересно, отношает ли это, что вам, эм, мало что важно, отношает ли это, что, эм, вас, эм, как-то вот, эм, крайне слабо, эм, интересует, эм, ну, вот, эм, ваше развитие, эм, дальнейшее профессиональное, эм, эм, развитие. Вот. То есть, я не говорю, что, это обязательно, так, я не говорю, что, у вас обязательно, я понимаю, вот, но, эм, подождение, такое у меня есть. Смотрите, давайте разберёмся в том, что вы пишите. Эм, мне 21 год и по глупости обратилась два раза к габяне. Смотрите, ну, эм, здесь, мне кажется, вы лукавите немножко, потому что, эм, это было, совершенно очевидно, не по глупости, это было, эм, эм, по той причине, что вам этого хотелось. Вот. Вам хотелось обратиться, обратиться, эм, к габане. И вы обратились. То есть, эм, дело не в том, что вы обратились к габане. Эм, дело в том, что вы, эм, сейчас, эм, считаете, что сделали это по глупости. Эм, вот в чём, как бы, такая основная беда, основная проблема. Основная проблема в том, что вы считаете, что сделали это по глупости. Вот. Хотя, на самом деле, эм, это было сделано вами, ну, совершенно не по глупости. Вам это сделано было только потому, что вы чего-то хотели. для себя. Для себя. Что вам было, эм, что-то нужно. Для себя. Понимаете? Но вы, эээ, когда говорите, что, эээ, по глупости, вот, когда вы говорите, что по глупости, вы это отрицаете. То есть, вы отрицаете свои, эээ, ну, свои желания, вы отрицаете свои, эээ, потребности, вы отрицаете это всё. Понимаете? Какая история. И, если вы отрицаете свои желания, то, соответственно, нет, нет их, эээ, никакой реализации. Понимаете? То есть, вы обесцениваете, с одной стороны, свои потребности, с другой стороны, из-за того, что вы обесцениваете их, они же у вас, эээ, компенсируются в виде, таких вот навязчивых идей. То есть, в девятнадцать лет вы обращаетесь к гаданиям по поводу, по поводу будущего своих, эээ, своих отношений. Понимаете? В девятнадцать лет. То есть, вы молод, вы полны сил, у вас, эээ, ну, должны быть, эээ, совсем, совсем другие задачи, совсем другие цели, вот. Но вы обращаетесь именно, эээ, по этому вопросу к гаданам, вот. А, ещё раз, я вас ни в коем случае не обвинял, да, не подумайте чего плохого. Я просто говорю о том, что, эээ, это вопрос, эээ, ваших, эээ, приоритетов. Понимаете? И, вот, то, почему вы выбрали для себя именно такие приоритеты, а не какой-то другой приоритет вы для себя выбрали. Вот это, мне кажется, нужно, эээ, ну, в любом, в любом случае выяснить, вот. Потому что, чего-то вам не хватает. Чего-то вам не хватает. Что-то, эээ, что-то, вот, эээ, всем-то вынуждает. Вот. Ну, нужно понять, эээ, в чем. Да? То есть, зафиксировали. И что, когда вы говорите по глупости, вы обесцениваете свои, эээ, свои желания. Вы обесцениваете свои потребности. Вот. Этот момент, я надеюсь, мы зафиксировали. Идем дальше. Одно гадание в 19 лет. Хиромантия. Женщина сказала, что у меня будет два брака и неправильный выбор. Мы еще им очень на этом достигнули, так как отношения, правда, были постоянно неудачные. Еще раз. Ирина. В 19 лет. Обращайтесь к гадалкам, значит, чтобы вам погадало. В 19 лет. В 19 лет у вас неудачные отношения. У вас нет опыта. Вы, естественно, недостаточно зрелая личность, чтобы выстраивать зрелые отношения. Вот. Ну и, конечно же, возможно, есть некоторые все-таки сложности с коммуникацией. Некоторые сложности с коммуникацией. Возможно, это, ну, это безусловно. Потому что у вас, вы говорите, что у вас нет друзей, вы говорите, что у вас нет подруг. Вот. Я думаю, что тут есть некоторые проблемы с коммуникацией. Но проблемы с общением, они, ну, решаются несколько иначе. Они решаются несколько по-другому. Они решаются, ну, с другой стороны. Вот. То есть, мне, вот, лично, лично мне, кажется, здесь, вот, что, как бы, нужно посмотреть, почему, почему отношения с мужчинами вам складывались неудачно. Вот. Какое значение вы вкладывали и, наверное, вкладываете в мыши. Дальше. В поисках выхода из ситуации по глупости обратилась гадалка в интернете. У меня к вам, пожалуй, только один вопрос здесь. Почему вы считаете, что из вашей ситуации нужно было искать выход? То есть, опять же, насколько вы нуждались в отношениях сильно, что считали, что вам нужно найти выход. Насколько вот сильно вы нуждались, ну, вот, в отношениях. Вот. То есть, опять же, да, здесь идет что? Здесь идет потребность. Здесь, здесь идет нужда. Ваша нужда. И, собственно, нужно, вот, понять, что это за нужда. Что она, то бишь, нужда из себя представляет. Почему она на вас так влияет, что вы обращаетесь к гадалке, что вы, вот, у вас прям навязчивые мысли, что у меня будут неудачные отношения. Да? Вот. То есть, ну, ну, не будете, не будете вы, наверное, спорить с тем, что здесь дело не в мужчине, да, а в том, что вы решаете, вот, какой-то вот свой внутренний конфликт, который у вас есть. Вот. Вы его решаете, вы пытаетесь его решить через, ну, через мужчину, по сути. Вот. Хотя у вас это не получается безусловно. Самое что-то, ну, мужчина не для этого, мужчина не для, как любой человек, не для того, чтобы решать проблему других людей. Так. Она мне нагадала, что до сих пор не могу брить из себя. Точнее, что на мне винят безбрачия, кто-то меня проклял, что у меня встречались будут проблемы и одиночества. Она предложила решить за 300 евро. Так, ну, гадалку комментировать не буду. То, что она сказала. Я просто сказала, вопрос в том, как вы на это отреагировали. Вот. Это, пожалуй, самый такой, самый, ну, самый важный момент, почему вы отреагировали в определенном образом. Да? Вот. Значит. Ну, это просто вот самое важное. То, что вы отреагировали, то, как вы отреагировали на слова гадалки. Отражает ваши конфликты. Вот. Отражает ваши противоречия. И вопрос заключается в том, чтобы эти противоречия, чтобы эти противоречия, которые у вас имеют место быть, чтобы мы их нашли. Чтобы мы их определили. Чтобы мы их выявили. И чтобы мы с ними разобрались. Да? Вот. Дальше. Идем. Вы пишите о том, что, значит, так, я не согласилась, это жутко, я раньше никогда с этим не сталкивалась. Ну, это странная немножко, конечно, странная позиция. Звучит жутко, с этим не сталкивалась, значит, делать не надо. Это, конечно, позиция странная. Дело в том, что это женщина, которая некоторой вещи говорила о ситуации в моей жизни, но они были похоже на правде, процентов на 40 исказанного. Она сказала, что если я этого не сделаю, буду в связи несчастной одна. Не ожидая такого ответа, я очень испугался и до сих пор не могу прийти в себя. Мне сейчас просто смысл со мной, что со мной и как мне быть в этой ситуации. Как вам быть, чтобы что? Ирина, вот чтобы что? Цель-то у вас, ну, вообще говоря, какая? Вот именно цель, ваша цель, она какая? Какая? Вы чего хотите вообще? Что вам нужно? Понимаете? Потому что, если у вас, например, тяготит один отчество, да, то есть давайте смотреть, вот смотреть именно в корень, в корень ситуации. Что вам нужно? Нормализовать отношения с мужчинами? Это одно, если вы хотите нормализовать отношения с мужчинами. Если, там, разобраться в себе, к примеру, и в своих страхах, то это другое. Но необходимо определиться с тем, чего вы хотите. Вот. Так, дело в том, что я не могу сказать, что я на 100% в это все верю, но и отрицать эти предвидения тоже не могу. А почему? Отношения нет нормальных уже три года. Зачем вам отношения сейчас? Что вы не вкладываете? Какая у вас потребность? Знакомств тоже никакие. Ну, знакомства должны быть по поводу чего-то. У знакомств Ирина должен быть какой-никакой предмет. Если у знакомства предмета нет, то, соответственно, вы не сможете адекватно их реализовывать. Друзей по поводу нет. Почему нет? Вот здесь вопрос о вашем, о вашей способности к общению возникает. Как вы устраиваете общение? По поводу чего вы устраиваете общение? Если у вас какие-то трудности с общением, да? Вот. А если есть трудности, то с ними нужно работать. Понимаете? То есть это не просто так, что у вас не складывается, ну, не складывается общение с людьми. Вот. То есть здесь есть какая-то закрытость, здесь есть какое-то недоверие, здесь есть какие-то сомнения в... Ну, в себе. То есть вот вы в себе, ну, в себе вы сомневаетесь. Вот. Скорее всего. И с этими вещами, да, с ними нужно работать. Как раз. Вот. С ними нужно работать, а их нужно разбирать. Ну, потому что, да, потому что сама по себе проблема не уйдет. Вот. Но это и есть сама по себе эта проблема, что у вас нет людей, что у вас есть некие сложности с общением, что у вас есть некие сложности с взаимодействием с людьми. Вот. Значит, вы не доверяете себе. Значит, вы что-то в себе не принимаете. С одной стороны, и с другой стороны, нет, нет того общего, того общего, на чем бы вы могли опирать свое взаимодействие с людьми. Вот. Если честно, я думаю, что основная трудность выключает в том, что вы подавляете свои импульсы, что вы подавляете свои желания, что вы подавляете какие-то свои... Ну, свои действия, свои эмоции и не являетесь искренними при взаимодействии с людьми. Вот. А люди, они, в свою очередь, это чувствуют, чувствуют вашу закрытость и идут с вами на контакт. На работе проблемы какие? Все эти гадания притягивают в вашу негатив. Что можете посоветовать? Что делать? Так вот. Что делать? Чтобы что? Ирина, не очень понятно. Чтобы что вы хотите делать? Какая цель? Ну, я думаю, что вопрос идет о внутренней вашей гармонизации. Вот. Вопрос идет о повышении наценки, о повышении уверенности в себе и о работе со страхами. Например, со страхом одиночества, который, скорее всего, у вас родом из детства. Вот. Откуда же у вас и подавление своих эмоций, своих, ну, своей стандарности, да? И откуда у вас, скорее всего, желание все контролировать. Глобально, я могу сказать, с точки зрения психологии, что очень часто люди, обращающиеся именно к гаданиям, это люди, которые не хотят нести ответственность за свою жизнь, которые боятся ответственности, которые хотят легкого решения проблем, ну, которые не хотят прикладывать усилий для того, чтобы эти проблемы решились. С точки зрения психологии это происходит не всегда, но достаточно часто, чтобы мы говорили об этом, как о некотором явлении. Вот. И вполне возможно, что этот вопрос, который вы задаете, проистекает в том числе из вопросов вашей веры, из вопросов вашего религиозного такого сознания, религиозных взглядов. И если вы считаете, что что-то такое есть, то возможно имеет смысл обратиться к религии, и возможно имеет смысл обратиться к адептам той религии, которая вас, ну, которая вам импонирует. И пообщаться уже со священником с точки зрения вот более такой мистической, ну, мистической сферы взгляда, мистического контекста той ситуации, которая с вами происходит сейчас. На этом все. Я надеюсь, что помог вам, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи! И надеюсь, что ситуация разрешится.